Всем привет! Меня зовут Ник Сарчай и сегодня я бы хотел поговорить про Pride. Pride это ежегодное событие, которое проходит по всему миру и Украина и Киев не исключение. Сейчас уже октябрь месяц, Pride походит к концу, самое время сделать маленькие, небольшие итоги. В двух словах про сам Pride, он проходит по всему миру, в большинстве больших городах в США, в Канаде, в Европе, в Австралии. И Украина не исключение, около 7 лет назад мы присоединились к мировому движению с первым маршем, который был самым удачным, там было не так много людей и на марш рандов напали, так же как и на полицейских, но суть не в этом. В прошлом году на марш рандов побывали 5000 человек по данным Киевпрайда и это было одним из самых масштабных событий ЛКПТ-сообщества в Украине за всю историю Украины. В этом же году марш равенства не было, но сам Киевпрайд состоялся и марш равенства прошел в других городах, таких как Сапорожья, Харьков и других. Во время Pride месяца в Киев проходило множество различных культурных мероприятий, мне удалось попасть на кинопоказы коротких метров, мне очень понравилось. Очень интересные ленты, там были документальные про трансгендера и такой арт-хаус про сквот в Львове, очень интересные ленты. Я думаю, можно найти в инстаграме Киевпрайда описание по этим фильмам. Это проходило в изоляции, кстати. Мне лично показалось очень интересным и классным то, что в этом году Киевпрайд посколлаборировал с брендом одежды Синдикат. И сделали они вместе айдентику, она получилась в пользу современной и очень классной. А также во время Pride месяца Киевпрайд попытались договориться с Кулливером о показе радужного флага на огромнейшем экране этого ТРЦ. И у них получилось, несколько дней подряд в Киеве висел огромный радужный флаг. Но потом опять провадикалы пришли, промедиковали, протестовали и угрожали владельцам Кулливера расправой. Поэтому флаг убрали. Зачем последовала акция, мирная акция протеста Киевпрайда, на которой я тоже был за своей подругой Полиной? За равные права, за эту промо. Но это как бы позиция Киевпрайда, позиция ГВТК-мьюнити в Киеве. Такие действия называются soft power, когда изменения в обществе добиваются дипломатичными, недеструктивными действиями, а не силой. На Харьков Прайде, например, опубликовали очень красивое промо с использованием классического искусства. Мне оно очень понравилось. Я думаю, вы видели его. Если не видели, пойдите в фейсбуке, посмотрите. А также в Запорожье прошел марш равенства, на который пытались напасть с оружием, но полиция, к счастью, вовремя остановила нападающих. Но это, к сожалению, не первый раз, когда на акции ЛГБТК-мьюнити нападают правые. И это меня подводит к тому, зачем проводить прайды во время пандемии. Несколько ответов. Во-первых, это проблема дискриминации насилия. В отличие, или вместе с коронавирусом, насилие и дискриминация не спит. И даже во время пандемии утеснения касаются каждого из ЛГБТК-мьюнити дома, на работе или на фронте и так далее. И это касается как личного отношения, так и глобальной дискриминации в правах, которая не позволяет в том числе усыновлять или менять пол очень просто, или заключать союзнические отношения. Во-вторых, движение ЛГБТК в Украине немногочисленное. Только в прошлом году вышло на марш 5 тысяч человек. И из 35 миллионов, я думаю, это не так много. Поэтому мне бы хотелось жить в такой стране, в таком мире, где на марш равенства выходят как минимум 200-500 тысяч человек, которые знают, с чем они там, которые уверены в себе. И которые гордятся тем, кем они есть, и поддерживают свою семью, друзей, и не боятся выйти из шкафа. И третья причина – это категорическая равнодушие со стороны парламента и государственных структур на дискриминацию к ЛГБТ, даже в правовом поле. И третья причина – это категорическая равнодушие властей, правовых структур, дискриминации к ЛГБТ. Мне кажется, если у нас не было бы Киев Прайда, эти проблемы были бы даже хуже, как в Польше, где создаются сейчас зоны свободные от ЛГБТ. Я думаю, это просто абсурд. Я думаю, может быть, вы согласитесь, потому что не может быть зоны свободные от ЛГБТ. И у нас в Украине такого не должно быть. У нас должно быть развитие, процветание и равноправие. В ЮНИТЕ нам нужно держаться вместе, а как общество нам нужно поддерживать друг друга и развивать свои права, защищая друг друга. Но я веду очень смешной пример. То, что права – это как интернет. Он есть не везде и не у всех, но все в нем нуждаются. Так и права. Они есть не у всех, не везде, но все в них нуждаются. И в том числе право на свободу и дискриминацию, право на союз и так далее. Ну, и пришел конец моего, ну, как бы первого влога. Я надеюсь, вам понравилось и было интересно. И я надеюсь, что вы со мной останетесь. Подпишитесь, ставите комментарии, что было интересно, что было не очень интересно. Что можно рассказать, о чем можно порассуждать в следующем выпуске, если он будет. А я надеюсь, что он будет. И все. Спасибо. Всем пока.